Ждать ли новой войны и как долго продлится конфликт с Россией? Ну, согласитесь, два, наверное, самых главных для нас с вами вопроса. Так вот, человек, который когда-то не просто предсказал развал Советского Союза, но и сделал все, чтобы это случилось, легендарный политик Збигнов-Бжезинский согласился ответить на этот и другие вопросы. Я очень советую вам внимательно прислушаться к тому, что он сейчас скажет. Потому что если кто в этом мире и владеет информацией, то это как раз господин Бжезинский. Советы он дает очень редко, но если уж дает, то сильные мира сего, в том числе и президент Обама, всегда-всегда к ним прислушиваются. Бжезинский иногда бывает дипломатичным в ответах, очень многое нужно читать между строк, но он всегда честен. Ну, не буду больше говорить, смотрите сами. В вашей статье, опубликованной в июле в Вашингтон-Пост, вы написали, что у Путина есть три пути, три выбора дальнейшего развития событий в Украине. Первый, он может пойти на примирение с Украиной, прекратив подрывать ее суверенитет и экономику. Второй, он может продолжить спонсировать завуалированное военное вторжение, цель которого – разорвать страну на куски. А еще Путин может просто захватить Украину, используя военную мощь России. Сейчас, спустя три месяца после выхода вашей статьи, что изменилось? Какой путь избрал Путин? Из этих трех альтернатив на данный момент наиболее вероятно вторая – некая агрессия, в надежде, что она в итоге приведет к примирению, а украинцы в ответ признают потерю Крыма. А еще он может выбрать первый вариант, осознавая, что это чрезмерно рискованная и потенциально дорогостоящая политика. А какие возможны пути для Украины? Что бы вы могли посоветовать нам, к чему и как нам готовиться? Я уверен, что большинство из вас осознают это. Я думаю, для Украины сейчас действительно критически важный момент в истории, что Украина сможет найти себя, стать европейской демократической нацией, которая посвятила себя свободе в таком мире, что любой, кто захочет посягнуть на ее свободу, будет знать, что очень серьезно рискует. Но Украина должна доказать, что она на самом деле решила быть частью европейского мира. И если Украина преуспеет в этом, произойдет нечто очень важное. Единственная перспектива России будет смириться с этой реальностью. И в итоге самой стать частью Европы. Если она этого не сделает, превратится в разоренного сателлита Китая. Я не думаю, что это хорошая перспектива для России. Не кажется ли вам, что Украина утратила свой исторический шанс? Он был, например, в 91-м, когда Украина огласила независимость, но не изменила систему и стала одним из главных примеров коррупции. Он был после Оранжевой революции, но страна не смогла присоединиться ни к ЕС, ни на то. Сейчас уже прошло полгода с тех пор, как у власти новое правительство, но существенных реформ не было. Нет ли у вас ощущения, что теперь мы теряем свой третий шанс? Я все еще оптимистичен, но, будучи оптимистом, я должен говорить правду моим украинским друзьям. Вы все знаете, что я давний друг Украины. Так вот, вы должны искоренить коррупцию, которая деморализовала не только вашу экономику, но и вашу повседневную жизнь. И даже деморализовала ваши вооруженные силы, трагическое явление после приобретения независимости 20 лет тому назад. И сейчас вы должны смириться с фактом, что в последующие 10 лет вы должны будете пожертвовать многим, чтобы стать частью Европы. Уверен, вы будете очень успешными в Европе. У вас есть потенциал быть успешными, потому что вы европейцы. Что касается вашей фразы, которая уже стала классической, «Без Украины Россия перестанет быть империей». С Украины же сначала подкупленной, а после подчиненной Россия автоматически станет империей. Как вы думаете, до сих пор ли это так? Сейчас я бы изменил немного мою формулировку. Мне кажется, она может попытаться стать империей, но это будет право. Империя лишь в том случае будет успешна, если России удастся подчинить Украину. Но это очень сложно достижимо из-за того, как вы настроены. Из-за того, что Запад довольно четко дает понять, что ему не все равно. Но не ожидайте, что Запад будет бороться за вас. Это главное, что вы должны понять. У вас должно быть желание сделать все необходимое, чтобы защитить свою свободу. И тогда, так или иначе, Запад поддержит вас, и ситуация начнет улучшаться. Во-первых, у вас есть поддержка мира, особенно демократических стран, и особенно от США. США более откровенные и преданные этому делу. Во-вторых, и я повторяю это в который раз, все зависит от украинцев, особенно нового поколения украинцев, которые родились гражданами Украины, а не гражданами Советского Союза. Вы должны убедиться, что Украина станет успешной в экономике, демократии, системе законопослушности, и не будет деморализована коррупцией. Это вызов, который вы должны преодолеть. И добиваясь этого, вы усовершенствуете ваши способности договариваться в конструктивной и в конечном итоге положительной манере с Россией, который придется пройти через тот же процесс, если она хочет стать современным обществом, а не погрязнуть в отсталости и коррупции, во многом завися от восточного партнера, который становится только сильнее. Спасибо огромное за то, что были с нами, вы – легенда, и я очень рад, что смог поговорить с вами сегодня. Спасибо вам и благодарю за то, что позволили мне обратиться не только к вам, но и к украинцам, которым я желаю всего самого лучшего. А еще хочу сказать, без всякого лицемерия, что я также желаю всего самого лучшего россиянам, потому что российское население заслуживает лучшей власти, чем у них есть сейчас.